Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Из-за стремительного распространения омикрона медики призывают водителей позаботиться о наличии в автомобиле термометра Да-да, говорят врачи, измерение температуры тела не займет много времени Зато таким образом можно избежать неприятных последствий Дело в том, что при значении в 37,5 градусов и выше человеку за рулем трудно адекватно оценивать дорожную ситуацию Шансы угодить в ДТП возрастают в несколько раз К тому же, по словам Искулапов, отдых от руля не помешает в первые 1-2 дня после прививки от COVID-19 Особенно если проявились симптомы ОРЗ Трасса 101 С наступлением февраля автопроизводители снова начали менять ценники Итак, некоторые модели Шкода подорожали в среднем на 70 тысяч рублей Корок теперь стоит минимум 1 миллион 705 тысяч Кодиак 2 миллиона 54 тысячи Октавия 1 миллион 657 тысяч рублей Стоимость наиболее востребованного представителя бренда Лифтбэк и Рапид пока остаются прежней От 1 миллиона 51 тысячи Несколько дней назад, добавлю о повышении цен, сообщила и компания Рено Вся линейка подорожала на сумму от 15 до 33 тысяч рублей Трасса 101 Очередного нарушителя рекордсмена сотрудники ГИБДД задержали в Москве За последние 10 месяцев владелец автомарки Volkswagen проигнорировал ПДД более 1300 раз И все под фото-видеозапись Почти 300 штрафов Лихач оплатил не вовремя Как следствие образовалась задолженность на сумму свыше 1 миллиона рублей Вдобавок неплательщик отказался дуть в трубочку Гуляй, Вася, воскликнули гаишники Гуляй пешком А приставы арестовали машину нарушителя для ее последующей реализации Трасса 101 Марка Хонда в ближайшие месяцы собирается покинуть Россию Сейчас она представлена у нас только одной моделью Кроссовером CR-V с начальным ценником 3 миллиона 130 тысяч Спрос на автомобиль минимальный, что и побуждает японцев свернуть бизнес А недавно из нашей страны ушел немецкий Smart и американский Chrysler Первый продавал хэтчбэк 4-4, второй минивэн Pacifica Немцев, в частности, разочаровало отсутствие в России инфраструктуры для электромобилей Трасса 101 А вот Норвегия не просто приближает эру электрического транспорта Она уже живет в ней В начале 2022 года жители этого скандинавского государства Приобрели электрокаров Porsche Taycan Больше, чем всех бензиновых автомобилей вместе взятых И это неудивительно На территории королевства действуют серьезные льготы Для владельцев машин на электрической тяге Это и бесплатный проезд по платным трассам И возможность движения по выделенным полосам И сниженные налоги И всевозможные скидки Кстати, Taycan стал самым популярным новым электромобилем в России По итогам 2021 года Результат продаж почти 600 штук Минимальный ценник модели превышает 8 миллионов рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok